всех приветствую на канале лекарственные растения хочу с вами поделиться мыслью и разъяснить для чего был создан этот канал а то как-то мне написали в комментариях что слишком много ненужных слов говорится в роликах объясняю для кого-то они может и ненужные слова а кто всерьез занялся фитотерапией для таких людей полезные знания лишними не бывают лекарственные растения необходимо знать не только как они выглядят и от чего помогают но и понимать что в них содержится каков химический состав чтобы правильно определить дозировку для своего организма применять снадобье из лекарственных растений нужно очень осторожно так как они не только помогают но и могут нанести ущерб здоровью учитывая еще и то что у каждого человека организм индивидуален то и дозировка должна быть строго индивидуальная о составе растений сборах сушки и прочее в роликах говорится более углубленно хотя и не полностью озвучивается это для того чтобы зрители могли получить максимальные знания о лекарственных растениях как а источники биологически активных веществ чтобы могли научиться правильно анализировать морфологические признаки растений а для этого необходимо сделать детальное описание географию их обитания химический состав это обязательно фитохимия фармакологические действия веществ способы заготовки растительного сырья и приготовления лекарственного снадобья а также сроки их хранения ведь как я уже говорила ранее лекарственные растения могут помочь и могут нанести вред организму поэтому это так важно знать более подробно так что наберитесь терпения и познавайте лекарственные растения вместе с нами благодаря фармакогнозии которая внесла вклад в развитие науки и медицины наши терапевтические возможности лечение травами существенно возросли фармакогнозия это одна из основных фармацевтических наук изучающая лекарственное сырье растительного и животного происхождения и продукты ее переработки объекты животного происхождения в современной научной фармакогнозии единичны это некоторые животные жиры змеиный яд и продукты жизнедеятельности медоносных пчел под лекарственным растительным сырьем понимают высушенные или свежесобранные растения или их части и органы служащие сырьевыми источниками для изготовления лекарственных средств под продуктами первичной переработки растений получает из них эфирные и жирные масла смолы камеди витамины минералы ну и прочим именно с этой целью фармакогнозия изучает химический состав растений биосинтез важнейших веществ которые имеют существенное медицинское значение динамику их накопления в растениях влияние факторов окружающей среды способов культивирования на изменение их химического состава и так далее изучают лекарственные растения в природных условиях выявляют места массового их произрастания устанавливают размеры зарослей потенциальные и эксплуатационные запасы используемых частей растений на основании данных ресурсоведческих исследований разрабатывают научно обоснованные ежегодные и перспективные планы заготовок лекарственного растительного сырья знание динамики накопления фармакологически активных веществ дает возможность регламентировать сроки и способы сбора сушки и хранения лекарственного сырья большое количество лекарственных средств растительного происхождения используется в качестве седативных мочегонных слабительных и отхаркивающих средств некоторые вещества получаемые из растений не используются с лечебной целью но служат исходными продуктами для синтеза эффективных лекарственных веществ применение лекарственных средств в современной медицине лежит в основе фитотерапии лечение растениями и отчасти медикаментозной терапии терапевтическая ценность лекарственных растений определяется входящими в их состав биологически активными действующими веществами к ним относятся все вещества способные оказывать влияние на биологические процессы протекающие в организме спектр их весьма разнообразен это алкалоиды гликозиды сапонины витамины флавоны эфирные масла микроэлементы минеральные соли ферменты органические кислоты красящиеся вещества смолы горечи и многое другое и если вы решили лечиться травами то должны хорошо разбираться в них напоминаю что лекарственные растения могут помочь но и могут нанести вред организму поэтому очень важно знать какие биологически активные вещества входят в состав того растения о котором мы вам показываем и рассказываем все что не вместилось видео под роликом всегда есть ссылка с научными диссертациями или фармакогностическими исследованиями растений ну вот собственно и все о чем я хотела сегодня с вами поделиться берегите себя и до новых встреч на канале лекарственные растения